Здравствуйте! Сегодня я буду готовить рассольник. Я уже готовила, снимала, но я готовила тогда с почками. Сегодня я буду готовить рассольник на основе, у меня бульон, здесь с телятинки, здесь варились ребрышки. Бульон у меня уже предварительно сварен. Там у меня варилась перловка. Каперловку я замачивала на ночь и потом промывала хорошенечко и бросала прямо в кастрюльку, она у меня кипела вместе с моим мясом. Здесь у меня семенники. Почему я использую семенники? Потому что почки все равно придают свой запах, свой аромат. От семенников такого аромата и запаха нет. В то же время они очень полезные. Я их предварительно отварила в кипяченой воде минут 5 до 10 минут достаточно, даже можно меньше, потому что все равно они сейчас будут у меня еще обрабатываться дальше. Почистила. Получились они вот так вот, как полсарделечки. Вот. Теперь я подготовила огурчик, натерла на терке, на крупной терочке. Также у меня морковь, лук, чеснок, томатная паста и картофель, конечно же. У меня здесь стоит сковородочка, вам, конечно, видно, но она уже у меня накаленная. Я сейчас приступлю к тому, что измельчу лук, измельчу на терке морковочку и все это отправлю в сковородку. Миньончик у меня закипел. Я туда отправляю нашу картошку. Так как у меня перловка варилась вместе с мясом, поэтому она уже готова. Я забрасываю картошку. У меня здесь две картошечки, такие, среднего размера. Так, отправляем картошечку. Ждем, чтобы она закипела. Прикручиваем, пускай варится до готовности. Тем временем, вот у меня обжарился лучок с морковочкой. Я отправляю сюда наши натертые огурчики. Здесь у меня два средних огурчика. Отправляем. Перемешиваем. И буквально 2-3 минутки дадим, чтобы они соединились. Вкусы соединились с огурцами, морковками, луками. Вот мы их. Оставляем их в покое. Тем временем, я начну резать на мелкие кусочки, на кубики, наши семенники. Зажарочка у меня обжарилась. Я добавляю сюда пачку пасты томатной. Все это перемешиваю. И на маленьком огне даю буквально 3-4 минутки протушиться с томатом. Вот у меня получается вот так вот. Я сейчас только перемешаю до однородного цвета. И пускай она на сковородке у меня тушится. 3-4 минутки. Вот. Тем временем у меня картошечка уже кипит. Я порезала наши семенники вот на такие кусочки небольшие. Маленькие я и забрасываю. Отправляю к нашей картошке и к перловке. Все. И теперь я это не трогаю до тех пор, пока у меня не сварится картошечка. Картошечка у меня сварилась. Следовательно, семенники тоже они уже готовы. Я отправляю сюда зажарочку нашу ранее приготовленную. Бульон я варила уже со специями, с лаврушкой, с мелко порезанной морковью, соломкой. Ну, получилась у меня солянка сборная. Солянка. Рассольник. Потому что здесь у меня и говядина, то есть телятина, и в то же время еще и семенники у меня. Так что рассольник у меня сборный. Теперь это все пускай закипает. И прокипит минут 5. Прошло у меня 5 минут. Я отправляю мелко порезанный чеснок сюда же. Можно, конечно, через давилочку. Пробуем на соль, на перчик. Так как у меня бульон варился со специями и солью, поэтому мне не пришлось добавлять сюда ни соли. Ну, перец, конечно, в конце добавлю. Также сюда отправляю зелень. Вот у меня и замороженный укропчик. Так, щепотку щедро. Так как на улице зима, хочется что-нибудь такого свеженького, зелененького. Это у меня петрушечка пошла туда же. Это сельдерей. Так. И сейчас перчик. Сейчас добавим перчика. Даем этому всему закипеть. Я попробовала. У меня как раз огурца хватило для рассольника. Он у меня получился такой с остриночкой, с кислинкой. Поэтому мне не надо добавлять сюда ни лимонной кислоты, ничего. Ну, а если у вас получаются огурцы, может быть, ну, не настолько кислые, поэтому можно капельку добавить для кислоты. Вот. Так что вот такой получился у меня рассольник. Вкусный, красивый, ароматный. И сборный получился он у меня. Так что приятного аппетита. Я буду очень рада, если вам понравится. Это очень вкусное блюдо. Поверьте мне на слово. Спасибо большое за внимание. Будьте здоровы! Продолжение следует...